Привет, красотки! Добро пожаловать ко мне на канал! И сегодня у нас открывается новая рубрика! Да, я решила открыть вместе с Ульянчиком, мой постоянный гость на канале. Девчонки, мы будем смотреть и наши реакции записывать на видеоролики. Почему я решила это добавить на канал? Ну, потому что это сейчас один из вариантов создания контента. Я думаю, это будет вам интересно. Ну и плюсом хотя бы поглазеем, посмотрим на одежду там и так далее, которая есть где-то, но у нас, к сожалению, пока что нет. Поэтому будем смотреть. Девчонки, я очень часто, кстати, Ульяна тоже. В принципе, Ульяна и подкинула эту идею. Да? Я как всегда всё подкидываю. Очень часто в рекомендациях, особенно сейчас YouTube Shorts, попадаются вот эти вот девочки плюсай с большими попейнями, даже больше, чем моя. Поэтому я такая, заглядываясь на них, смотрю и думаю, блин, надо сделать реакции, посмотреть на них. У нас здесь телефончик. Да, он у нас присутствует. Мы будем с него смотреть. Ну и вам я сделаю вот сюда вот куда-то вставочку видеоролика. Посмотрим шмотки на большие попки. Ну, скажем это так. Ну, давайте первый видеоролик. Это блогер, вообще очень известная девочка. Да. Мы, правда, не нашли её имени, к сожалению, потому что у неё канал называется как бы неименным названием. Мы даже не будем читать. В принципе, наверное, ссылки оставим. Зайдите, посмотрите. Да, я думаю, оставлю. У неё много интересного. Она сама из Америки. То есть, ну, во всяком случае, так написано. И, в принципе, так и по ней видно очень заметно, откуда она. И она мне нравится своим позитивом. То, что она всегда такая весёлая. Она совершенно без комплексов. Она очень много показывает вещей. Минус, конечно, в том, что вы наверняка никогда их не закажете. Может быть, через каких-то посредников. Кто-то, конечно, сподобится. Но пока мы только смотрим, завидуем и думаем, о, когда же у нас летом в таких одёжках будут ходить шикарные дамы. Да. Но мы решили взять сегодня тему нижнее бельё, там, купальники, всякая вот эта вот спортивная тема. То есть, ну, посмотрим. Это вот первое видео буквально, которое мы нашли. И будем делать реакцию. Ну, и так, мы готовы делать обзор. Канал, кстати, Glitter and Lasers или что-то такое. Да. Пижама пати. Первый видеоролик. Ну, давай начнём смотреть. Ну, давай начнём. Так, чуть повыше. Стоп. 11 секунд. Ну, это шорцы. Значит, было, кстати, розовые пижамки прикольные. Ну, да, пижамки прикольные. Ну, не все, конечно. Вот последняя мне не зашла. Какой-то цвет. Ну, последняя, кстати, там все, извините, наши нюансы подчеркнулось. Прям о-го-го. Да, и ткань очень тонкая, и цвет. И, по-моему, это типа комбинезона было. Если, извините, вы ночью пошли попысать, то будет проблема. Будет очень долго. Знаете, вот это, когда ты просыпаешь, особенно утром, или посреди ночи тебе срочно надо, и ты такой вылазишь. Просто, мне кажется, можно разрывать на себе. Да, уже набегу, набегу. Я хочу. Нет, ну, а так, кстати, пижамки очень неплохие. Особенно первые две мне понравились. Там одна цвет фуксии. Между прочим, эта блогерша, она не боится ярких цветов и оттенков. Это очень актуально. Да, она вообще, по-моему, ничего не боится. Она вообще ничего не боится. Я, кстати, видела в инстаграме, у нее еще были фотографии, где она пошла в купальнике, в бикини, простите, в бикини. Прям пошла в музей, и ее не хотели пускать. Она сказала, что это потому, что я толстая, и в итоге ее пустили. Ну, вот здесь, честно говоря, я совершенно с ней не согласна, потому что в любое общественное место, и уважаемые дамы, когда вы на отдыхе, неважно где, это Геленджик, это или Мальдивы, убедительная просьба, кроме как на пляже в купальнике не ходить. Даже если у вас шикарная фигура, 90-60-90, рост 185, и, я не знаю, вы просто богиня, это просто неприличность, какие-то правила. И, на самом деле, здесь она немножко поступила так, ну, хайпанула, я скажу. Это хайп, да. Потому что ее не пустили, не потому что она толстая, а потому что в музей в купальнике, ну, извините, в музей, допустим, по-моему, не пускают и с мороженым, и там со скейтбордом. Так что ж теперь получается, что дискриминация всех, кто мороженое любит? Ну, это уже такие замашки, я бы сказала, вот чисто под Америку, но, в принципе, респект этой девочке, потому что она очень много что обозревает, ну, а дальше что она обозревает, вы сейчас увидите. Ну, да, мы будем смотреть. Следующее видео, ну, девочки, мы тут уже на начале, вот у нас стоит. Все, это нижнее белье, и, судя вот пока что по картинке, крест-накрест здесь такие штучки, ниточки, держат все как положено. Опять фуксия, по-моему. Фуксия, то есть яркое сочетание. Кто боится, вот посмотрите, просто посмотрите, уже. И труселя все-таки высокая посадка, там животик не будет вываливаться. У наших есть еще проблема, ну, как сказать, у наших. Я покупаю сама себе труселя, честно вам скажу, на рынке у нас, на опрашке, а это, скорее всего, Кыргызстан какой-нибудь, ну, ближайшие эти, кто делают их и присылают сюда, поэтому... Ну, и что я могу сказать от себя? У меня только то, что, в принципе, белье, судя по всему, достаточно удобное. То есть, это красивое белье, но оно и сидит хорошо, и оно, скорее всего, удобное, потому что трусики высокие, бюстгальтер, как бы такой, то есть там ничего не вываливается. Ну, как бы, если убрать пенюарчик, то его можно, в принципе, носить. Ну, пенюарчик, она, кстати, правильно одела, потому что у нее ручки тоже есть такие, ну, масштабы рук, и это чисто такой пикантности, что ли, придает. Ну, пенюарчик-то одевают и без масштаба рук, это чисто секси, господи, вот и все. Давай уже начнем, посмотрим. Так мы смотрим. Да. Она и снимает пенюарчик. И одевает, и снимает. И снимает. Ну, жопень, конечно, прям, ну, побольше моей будет, если честно. Да. Да. Но она молодец, она себя очень хорошо преподносит, скажем так. Ну, то есть, понимаете, девочки, даже вы стесняетесь, даже я иногда стесняюсь, если честно. Ну, то есть, бывают такие моменты. Даже я стесняюсь. Даже мы все стесняемся. А тут она и, ну, во-первых, это все-таки красивое женское нижнее белье. Согласитесь, когда у вас, ну, вы прям вау, себя чувствуете сразу же в нем. Как только что-то красивое, элегантное, то, что подчеркивает вашу фигуру и убирает все эти нюансы, я имею в виду, там, животик. И то же самое здесь вот такой секси все-таки добавляют, вот эти вот ленточки сейчас, это в тренде. На меня такое белье, в принципе, не найти здесь. Я вообще не знаю, где его найти, но, видимо, вот только где-то у американских брендов, и это очень обидно. Ну, я бы сказала, что на Алиэкспрессе там есть вот такие трусы, ну, а-ля вот такие просто, допустим, яркий цвет и черные кружева там. Они там есть, да, 6XL, 7XL, то есть там, как бы, если в принципе, они же синтетика, скорее всего, и у нее тоже синтетика. Это не рассчитано на то, что все-таки, наверное, хоть оно и удобно, что вы спать в этом будете. Это как бы, как сказать, на выход. Поэтому я думаю, что можно и там что-то покопать, просто долго в них, возможно, не проходите. Да там даже с Алиэкспресса приходят труселя, в основном эта посадка-то априори у них вроде высокая кажется, но она низкая. То есть, особенно на животик они не всегда рассчитывают. Ну, может, конечно, кто-то что-то отроет. Пишите нам обязательно, если вы что-то подобное нашли. Да, пока еще с Алика шлют. Пока еще с Алика что-то приходит, может быть, что-нибудь даже закажу. Я тут буду в этом жабо, которого у меня тоже нет. В этом пеньарчике такая вся, ух, перед Ульяной плясать. Ну, почему нет, что у нас? Купальнички, девочки, купальники. Ну, тут уже сразу мы стопорнули вначале, потому что тут идет вот мельком хоп-хоп-хоп, купальники, купальники, купальники. Это круто, столько купальников на ее размер. А я аж прям позавидовала сейчас, я тоже хочу. Но первый, в принципе, стандартный. Ну, обычный, как бы топик и труселя. Особо, ну, я не скажу, что у нее гигантский размер груди, на ее размер у нее даже маленький. А вот попень, в принципе, как сидят, ну, хорошо. И причем она так не стесняется на пляжах со мной. Давай дальше. Что там еще? Песочек. Опа, 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 ребята, ребята, ребята. Так, следующий тут такой, он в какие-то веточки, цветочки, веточки. Ну, кстати, я хочу сказать, что типаж, ну, типа, практически тот же, это вот такой, какой-то топик. Ну, в общем, вот если грудь маленькая, то это как бы вообще классно. Ну, когда реально плюсаясь не только попа, но и грудь, то такой ничего держать не будет. То есть это все там фиг знает что. Одна волна, и у вас все свои волны вывалятся в море. Ну, хотя, с другой стороны, может, кому-то удобно. Когда я была такая покрупнее, у меня, ну, грудь всегда была намного больше, чем все остальное, там, попа и так далее, то я по себе знаю, что мне бы такой не подошел. Единственное, тут, конечно, вот ее низ, то есть трусики, плавочки. Ну, да, они маленькие. Это, конечно, да. Ну, это сделано типа под бикини, знаешь, которые сейчас модные, они даже к низу уходят, типа, прикрыть только одно место и все, а остальное уже ниточки пошли. Но еще учесть, что у нее все-таки живот не чрезмерно большой. Ну, не чрезмерно, но чрезмерно. Я думаю, что у некоторых они просто спрячутся, не вылезут. Вот, я как бы не против, вроде, такого вот вида, но не знаю. Мне кажется, все равно это пляж, да, но вот ее, конечно, вот эта вот рискованность к бикини, я бы, наверное, не рискнула. Ну, то есть рискнули бы вы, девчонки, вот напишите в комментариях такое вот. Да, только не те, которые там 50-52. Ну, хотя эти девчонки не все рискнули. Ну, там проще рискнуть. Я по себе знаю, я уж такая стесняха, и при таких размерах я была на пляже, как бы, и все. Но вот больше люди вызывают там, ну, на них внимание обращают. То есть, если 50-52-54, там достаточно много людей, то там за 60-й размер, ну, очень мало. Вы бы видели, как на меня, какая реакция на пляже, когда я иду. А если я пойду в этом, ну, то есть даже вниз. Я беру, что там все телефоны достала. Все такие, какая идет дама, а? Какая моя дама? Это хорошо, если они так скажут. А некоторые скажут, господи, оденься ты уже. В общем, я бы не рискнула, конечно. Так, следующий. Желтый. Конечно, мы увидели только заднюю часть, но желтый. Да, заднюю часть. Зад мы увидели. То, что нужно, мы увидели. Но, девочки, желтый цвет мне очень понравился. Яркий. И судя по тому, что у него стандартно, по-моему, у всех купальников в обзоре, верх это чисто какой-то топ. Грудь держать он не будет. Но для ее груди это оптимально. А вот вниз, конечно, да. Тут, там, в принципе, трусы вроде повыше, но мы не рассмотрели. Вот у нее тут следующий идет розовый, там с каким-то желтым, не знаю. Но тоже опять майка. Ну, то есть, по факту топик и трусики. Я думаю, что для нее это просто удобно. И как бы... Нет, если бы я могла, допустим, тоже носить такой топик, а не косточки там мне были нужны. Конечно, это удобнее на пляже. Это сохнет быстро. Ну, и свободно, извините, даже по груди. Грудь может свободно передвигаться. Конечно, это удобнее, чем с косточками, с поролоном там сидеть, и в мокром этом. Да. Так, все дальше. Бег, бег, бег. Ушло, ушло. Ладно. Ладно, просмотрели. Во-во-во. Во-во-во. О, ну, она, конечно... Да, 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 да. Ты посмотри. Ты видела? Ты видела позу, которую она даже приняла? Такая богиня. Просто ей не хватает мужиков рядом, которые... Ну, она, кстати, умеет позировать. Она умеет. Она умеет позировать там, я... Не для нашей аудитории это точно. Я тоже так могу попозировать. Но скажут, Даша, какая ты модель после этого? А тут то, что она раскованная. Модель нижнего белья. Ну, модели нижнего белья вообще не наоборот. Вот у нас, как принято у модели, как я крутилась в этом модельном деле, там принято, если вот даже говорят, рекламируйте белье, не раскрывайте свои ноги вот так вот. Ну, то есть, я бы вот в эту позу, в ее, где она лежит, не села бы для рекламы. То есть, у нас все модели, во-первых, они стоят, либо сидят, ножка на ножку, либо просто там типа хоп, и у нее красивый тут грудь, все нежно. Вот таких поз. Вы когда-нибудь видели такие позы? Я думаю, что в Инстаграме они не такие модели. Не, ну, Инстаграм все-таки не моделинг. То есть, если вот в таком виде... Ну, рекламы там полно. В таком виде куда-нибудь на рекламу ее запихнуть. Ну, она, кстати, очень там себя... Ах, ах. Как вот она повторяет вот прямо эти спасатели Малибу буквально, которые там... Ладно. Выходят из этого. Вот это я уже вышла из этого, как ты сказала. И теперь я туда уже... Где она? Вот она. Там еще у нее купальник такой похож на какой-то с шииной. Я вот помню, там такие были вот зелененькие цветочки. Да, с цветочками. Один из последних уже. Да-да-да. Я забыла. Тиаре или как этот цветок называется. Ну, вот эти такие южные цветочки. Мне кажется, что что-то знакомое на шиине такие были, которые... Топики такие свободные. Ну, то есть, там, скорее всего, чашечка встроенная, я так подозреваю. И сверху как бы пущен топик. И трусы очень высокие, такие прям вот... Вообще тут трусы, наверное, идеальные. Да, Даш? Нет, трусы хорошие. Кроме... Ну, с задней части я не могу посмотреть. Так сейчас, может, мы и посмотрим. Ну, не знаю, прокрутиться давай. Сейчас мы посмотрим. О, ну она опять... Ну, это был последний. Она не повернулась к нам задом, но... Где зад вообще? Я не поняла. Нет, ну... В принципе, он сидит хорошо. Вот я бы... Он самый лучший, наверное, из всех, которые были. Да. Но мне еще понравился желтый, но я не знаю, как он спереда. То есть, что там, что... Ну, можно что-то предположить, но здесь... Кстати, составьте в комментариях топ этих купальников. То есть, вот какой вы бы надели там точно первое место, самый красивый, ну и поубывающий, так скажем. Или, может быть, какой-то вам не понравился, или, может быть, все ужасно, все кошмар, все вам не подходит. Такое тоже может быть. Ну, кстати, мой личный топ, если этот... Во-первых, последний, он такой... Ну, почему он хорош? Потому что, во-первых, не просто топ, но у меня будет грудь прям висеть, если это будет просто топик. У меня грудь явно побольше, чем у нее. То есть, это все провисает, и все, как бы, куда мне? Главное, что в затопик. Да. Ну, последнее, оно идеально. Во-первых, тут сидит красиво, непонятно, висит грудь, или там не висит. И, честно говоря, вот он, он реально стройнит, он реально вот... Ну, если брать, как бы, такой купальник для, так скажем, людей, как это сказать, не для блогеров, не для каких-то диш, а для обычного человека, который просто хочет на пляже позагорать, он не хочет там просто привлекать к себе какое-то дикое внимание, то вроде бы и красиво, то есть, и сфоткнуться-то можно спокойно. Да, он красиво. Но и при этом он, как бы, как сказать, он не такой кричащий, он не такой какой-то сногсшибательно интересный. Мне кажется, что это как раз подходит просто вот для плюсайзиков на пляже, для многих. Ну и завышенные, завышенные трусики. Да, это будет комфортно. Самому человеку будет комфортно. Трусик не будет вываливать, вот я по себе знаю. Все-таки трусы у меня обычно посередине попка проходят очень многие, и ты чуть присядешь, чуть наклонишься, он скатается у тебя, и все, твой живот на свободе. Я уже молчу о том, что могут волной и вообще уплыть. И уплывают трусы. А эти трусики, скорее всего, плотненькие, там у них наверняка еще какая-нибудь это... Спереди подкладочка. Подкладочка. То есть, это прям классический купальник, он продуманный. А те, ну как бы честно, по логике, наверное, можно и в зал пойти вверх. Ну вверх просто топик обычный. Топик из этого спандекса там или как. Ну может быть там есть какая-то полосочка такая, типа прокладочка. Но не знаю, мне как-то показалось, что они не для каждого, так скажем. А вот последний, он красивый. Причем вот что, не знаю, там от 50-го и до 70-х, наверное, спокойный для всех. Моя хорошая модель, хорошая. Ну мой топ, вот это первый купальник, который последний. Второй это желтый. А третий, я даже не знаю, все остальные, потому что они похожи. Ну они похожи. Модели-то одинаковые, мне кажется, только цвета разные. Ну и самый последний, это там, где вот это вот бикини маленькое, где мой живот, он просто сделает. Ну да, там надо смотреть, она, у нее такая фигура, как бы, как сказать, ну она достаточно редкая. Да. Объем бедер там, попы. У нее объем бедер больше, чем. Да, то есть верх-то у нее вообще, в принципе, там, я не знаю, размеров на 10, наверное, меньше. То есть там даже не один-два размера разница, а больше. И при этом она выбирает одежду, то самое-то главное. Но я иногда смотрю, когда ее большие видео, где у нее распаковки, там все, то у нее, конечно, часто бывает, что как бы не совпадает, там что-то где-то мало. Ну вообще она очень много показывает одежды, у нее очень много распаковок. Плюс у нее там и фитнес был какое-то время, я так понимаю, то ли она занялась. То есть... Ну поздно люди вообще занимаются собой, то есть находят такой вот период. И еда, кстати, у нее есть и еда. То есть она, допустим, какие-то показывает свои приемы пищи, она там много очень танцует. Вы же рекламу ее пошли делать. Нет, я просто говорю, что нет, а почему рекламу? Ну интересный канал, просто сам по себе, там нету никаких, хотя это и США, нету никаких там, как скажем, неприятных вещей, если вы понимаете, о чем я. А только как бы одежда, как это путешествие, какие-то танцы, что-то такое, то есть можно спокойно смотреть. Ну это вот, наверное, один из блогеров, который все-таки вдохновляет на что-то, и в том числе я ее тоже смотрю. Какие-то там мыслишки, что-то еще брала от нее, в том числе. То есть ты заражаешься этим позитивчиком, который она несет. Вот самое главное позитив. И респект за это. И нам можно лайк тоже поставить, что мы вам так рекомендуем. Но мы-то тоже же на позитиве, че вы, мы-то тоже. Мы тоже можем так, давай. Где тут монет? У меня мало, уже осталось. Ну что ж, красотки, я надеюсь, вам понравился данный видеоролик, новая рубрика. Обязательно напишите в комментариях, делать ли еще нам подобные обзоры. Можете, кстати, присылать ссылочки на видеоролики, которые нам нужно обозреть, реакцию нашу заснять. Было бы очень круто. Но не забудьте мне поставить пальчик вверх, подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видеоролики. Мы вас целуем, обнимаем, пока! Субтитры сделал DimaTorzok